здравствуйте дамы и господа очередной вебинар нашей серии банки платежки лайфхаки и актуальный опыт и мы говорим о сберегательных банках которые открывают счет оффшоры оншоры фонды партнерство и вообще на другие юридические лица а также частные счета и в рамках раздела про сберегательные счета мы говорим про швейцарские банки действительно стоит их выделить отдельно потому что потому что вот только в нашем списке их по моему 40 то есть до сих пор до сих пор такое количество банков даже в одной стране которые готовы работать в том числе с офшорными компаниями кстати говоря на офшор наверное не 40 ну ну 30 готовы открывать ну при определенных условиях собственно про эти условия мы в том числе сейчас упомянем а пока пока ну давайте наверное попытаемся их классифицировать так я так ринулся в бой не представил что присутствую да здесь не только я алексеев александр но еще вика журавлёва которая тоже занимается исследуемым вопросом по банкам она юрист gsl и вместе мы будем будем рассуждать сейчас так ну что тогда их классифицируем классифицируем я бы на первое место выделил два банка универсальных банка крупнейших банка это ubs и credit suisse которые вот-вот или не вот-вот но ожидается что станут одним банком вот вот это вот первая группа надо сказать что даже сейчас это все остается актуальным я помню что последний счет в ubs и мы открыли вот пару месяцев назад что ли закончили поэтому то что мы говорим это в общем все соответствует актуальным данным хотя начали работать со швейцарии и непосредственно с банком тогда еще не с ubs а со swiss bank corporation я начал работать в 96 году а вышел на российский рынок swiss bank corporation в 93-м году вот и пожалуй банк швейцарский который еще раньше оказался на российском рынке это можно выделить только один это scs альянс в нем там тогда еще прообраз gsl открывал открыл первый счет в 92 году это так чуть-чуть к слову в общем первая ниша это универсальные крупнейшие системообразующие банки это ubs и credit suisse значит вторая ниша я бы выделил швейцарские точки крупных зарубежных банков это бен пипа риба французский женеве это дрезнер банк немецкий в цюрихе дойче банк немецкий в цюрихе какие еще hsbc барклайс банк потом уходим из европы в цюрихе присутствуют дочки иной раз там арабских банков или там израильских банков леуми банк например или 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 вот кстати говоря восточно азиатских банков я не помню ну как бы то ни было для того чтобы выделить группу достаточно есть вторая группа это дочки крупных иностранных банков следующая группа это это старейшие банки швейцарии это это миробо который был основан в 1819 году это пикте 1805 году это ламбарадье это 1796 год это бордье точно не помню по моему 1840 год вот вот очень любопытно однажды я столкнулся с совершенно нереальной ситуации в рекламном бизнесе но вот в женевском аэропорту это имело место когда перечисленные мной четыре банка присутствовали на одном билборде вот мне тоже трудно представить как например там не знаю большая четверка прайс ватерхаус белой кпм джи и эрнстон янг единый какой-то билборд возьмут для собственной рекламы а вот эти четыре банка они объединились для того чтобы рекламироваться совместно они действительно очень похожи они очень похожи тем что вот около 200 лет их история они очень похожи тем что они до сих пор принадлежат тем семьям которые которые их основали вот тогда вот 200 лет назад вот это вот такая ниша я кстати не все назвал старейшие банки есть например банк срацинта достаточно старый но он не попадает потому что он менял собственников кудсбанк там та же история если не ошибаюсь он еще старше 1690 что ли но он тоже менял собственников и не один раз потом менялись собственники у собственников поэтому они попадают в эту третью категорию исходя из того что они такие же древние банк джулиус берр вполне себе известный банк сравнимого когда он был создан так джулиус берр 1890 год ну ладно не 200 лет но все равно или извините как мы про ротшильдов забыли банк эдмон де ротшильд причем у нас есть выходы там в два банка один в женеве один в цюрихе один принадлежит французской ветви ротшильдов второй английской ветви как бы не путать это совсем разные организации причем они стали разными еще лет 200 назад когда там наверное семьи перессорились вот банк фантобель фантобель как по-немецки его произносят 1924 год основания вполне себе банк шрёдер 1804 год вот так что это вполне себе значимая группа это была третья группа и в четвертую группу я бы назвал все остальные в основном мелкие и недавние такие боюсь кого-то оскорбить словом выскочки но это может быть похоже вот причем они как могут быстренько вспыхнуть так и быстренько уйти с рынка значит вот среди таких банков я бы обязательно назвал тот самый банк эссе с альянс который никому не известный банк который в 92 году начал активно двигаться в россию и жан-мари вери вери уже покойный постоянно приезжал сюда и встречался со всеми агентами очень много открывал по моему минимальный остаток там был 18 тысяч долларов и такие деньги могли себе позволить в общем-то многие хотя и после там кризиса 96 года и стало чуть чуть меньше все равно им было достаточно для того чтобы там напороться на серьезные проблемы по-моему лишиться лицензии переструктурироваться и не теперь действовать под названием себе компания банкир хелветик вот так вот банка теперь называется сюда же можно включить там синбанк вот небезызвестный все его знают потому что он один из немногих до сих пор продолжает работать их чем он сейчас продолжает работать по моему с офшорами уже нет с офшорами нет с партнерствами продолжать если назначить напрямую физлиц насколько я помню ну тем не менее как то вот а это главное его отличие от всех остальных он расчетный расчетный да 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 собственно это тот критерий почему он вот активен сейчас что еще из этого списка я бы назвал вот по-моему а п анлаги приватбанк ты знаешь что это за банк нет это дочка паркса это дочка ничего себе да вот она стала дочкой еще тогда когда паркс принадлежал каргену и его партнеру вот одно потом когда он стал государственным превратился в цитадель потом перешел вот в владение этого американского фонда он продолжает ему принадлежать и по-моему даже и сейчас на сайтах цитадель он вполне себе присутствует и работает вот и я его вот поскольку год основания 95 год я его безусловно вот сюда вот внес в эту четвертую категорию значит можно упомянуть про банк зиц если его читать по-немецки это тоже такая звездочка мелькнувшая когда несколько лет назад он вышел на российский рынок его очень хорошо продвигал и очень хвалил один банкир российского происхождения очень грамотный и он так верил в него вот верил наверное все несколько лет пока банк не поменял стратегию и ушел с российского рынка этого банкир банкира с ним тоже расстались вот еще у меня здесь есть несколько банков например например юнион банкир приви он 69 года основания и в общем то немножко он тяготеет к предыдущей группе если бы не возраст этого банка но по своей сути он такой же частный банк как и там миробо бортье и так далее принадлежит он если я не ошибаюсь одной израильской богатой семье которая вложила эти средства и держит их как как инвестиции такие пассивные инвестиции в виде вот этого консервативного банка вот есть здесь там банк кантенальда женив или пкб приват банк ну об этом вот можно говорить или и fg женева можно говорить индивидуально когда уже выбираешь банк который тебе интересен который тебе нужно мы практически все банки назвали мы их классифицировали теперь наверное надо назвать основные и характеристики собственно какая у нас главная характеристика которая характеризует сберегательный банк остатки совершенно верно значит здесь надо сказать что как и во всем есть определенный спектр есть банки которые готовы принимать себе клиентов начиная там со ста тысяч и есть те которые говорят что меньше пяти миллионов не суетесь причем те кто говорят меньше пяти миллионов не суетесь это не значит что они не готовы принять ну хорошо не со ста ну с пятью стами тысяч вот вот хотим сказать что цифра минимального остатка это очень фигуративная что ли цифра поскольку она нигде не фиксируется подписывая документы вообще говоря когда ты открываешь счет и в общем никакого договора не заключаешь ты не получаешь в ответ с реквизитами документ на которой стоит там подписи печати той стороны ты подписываешь general terms and conditions вот банк со своей стороны ничего не вот так же и с с цифрами которые он просит он именно просит или так ожидает от тебя ну а что такое ожидает это вовсе не такая уже обязательная мера если ты договорился на два миллиона а у тебя лежит пятьсот тысяч одно с тобой но тебе станут напоминать и будут интересоваться а когда будет возможно поднять цифру до обещанных вот и если вы не делаете никаких операций а просто там храните деньги а еще лучше инвестировали их в банковские продукты то ты из пятью стами тысячами будешь жить там годами в этом банке если начнете действительно осуществлять операции то да то банкир будет искать с тобой компромисс либо прекращение этих операций либо увеличение остаток либо и то и другое вот это не совсем коротко про остаток да это не не значит совершенно что нужно после открытия счета на следующий день сразу же отправить туда эту вот заявленную сумму это некий эталон которому нужно стремиться и вот если говорить про те банки которые просят вот от 5 миллионов и выше желательно то это вот как раз те самые четыре банка самые старейшие в том числе они потому что они по своей у них же есть еще одно отличие наверняка же помните что они отвечают сами если с ним что-то случится сама семья ответит по обязательствам банка перед своими клиентами поэтому может быть они выбирают так тщательно клиентов и просят нас такие большие остатки чтобы сузить ну надо сказать что не только эти старые банки там юбис и кредит точно так же настаивать на серьезных остатках и там последнее время забегая вперед и про разговор о процедуре открытия то там том же юбис и требования приблизительно такие а если вы хотите расчетный счет а это сейчас уже стало возможно вот просто нонсенс вот в двухтысячном году нет хотя нет именно в юбис и можно было в 2000 году расчетный счет открывать если ты хочешь расчетный счет то первое начинаем сначала ты открываешь счет физического лица кладешь туда вот ту самую заявленную цифру инвестируешь ее в продукты инвестиционные и после этого открывая счет юридического лица который будет расчет вот вот это вот такая такое требование там юбиса на сегодняшний момент можно кстати говоря не не всего юбиса а конкретного менеджера который отвечает за наш рынок и то он не единственный есть там менеджер который сидит за соседним столом он тоже на наш рынок отвечает и у него чуть-чуть другие требования потому что его оценивают по совокупным там факторам достижения каких-то общих цифр а ты достигать их можешь разными путями вот да вика правильно сказала мы говорили про минимальный баланс и вика упомянула про начальный баланс который совершенно не обязательно совпадает с тем самым минимальным то есть этот минимальный может достигаться несколькими траншами начальными когда-то вот давно давно там в двухтысячных годах юбис говорил следующее мы хотим 300 тысяч в течение первых двух месяцев и миллион в течение первых двух лет вот это вот юбис говорил там в двухтысячном году я я говорю это просто для того чтобы показать как формировались и как формули как формулируется требования очень не то что не обязательно но очень не очень гибко потому что в конце концов в конце концов бизнес есть бизнес вот вот сейчас вот во времена ковид пандемии ну кто будет выгонять из банков в связи с тем что там доходы не те на которые раньше ожидали или вдруг баланс твоего счета уменьшился вот кстати важный момент вот этот минимальный баланс это вовсе не означает что ты этими деньгами не можешь распоряжаться все равно твои деньги созвонился договорился объяснил личного менеджера перевел деньги вот такая вот методика оптимальная работа так мы проговорили про остатки следующий какой критерий возьмем сабстанс ну хорошо давай ты тогда расскажи про это я только хочу сказать что все таки это не такое повсеместное я хотела упомянуть это только лишь в том ключе что чем ниже требования по остаткам в швейцарских банках тут и в других стран также то тем выше требования по документам которые включают в себя в том числе сабстанс договор по офису договор с сотрудниками это вот сейчас я вот просто смотрю на сим банк и я поэтому это вспомнила среди их последних требований в том числе договоры с сотрудниками а так как у них требований по остатку как таковых нет то требования по документам соответственно у них выше если говорить об остальных то и там такого может и вообще в принципе не потребуется я тоже думаю что вот это требование возникло в том числе потому что сим банк как-то ведет расчетные счета мы сейчас в рамках вебинара говорим все-таки про сберегательные счета вот и поэтому коль скоро банк открывает сберегательный счет то как правило он не опускается до вопросов наличия офиса этой конкретной офшорной компании или договоров с сотрудником больше он исследует вопросы вообще он может интересоваться вопросом офиса вот тебя как бенефициара счета твоим офисом где ты работаешь вот это вот более возможно но пока мне кажется требование сабстансов это все-таки вопрос другой ниши банков будем говорить там про кибер будем говорить про гонконг вот там вот сабстанс будет возникать а кстати говоря может быть и про восточноевропейские банки тоже сабстанс есть и про прибалтику сберегательные банки пока повсеместно все-таки не требуют вот очень хорошо мы перешли к следующему критерию это о требованиях что именно требует банк и здесь мне кажется надо начать с другого что сейчас обязательно документарно требует большинство сберегательных банков вот как ты думаешь на что я сейчас намекаю источник происхождения средств да это главные два вопроса на которые нужно ответить в процессе предоставления всех документов первый вопрос это а кто собственно говоря собственник и второе а откуда он эти средства взял тот самый источник происхождения вот ну я кстати знаешь на что намекал помимо вот этих вот двух вопросов они сейчас очень серьезно относятся к тому как соблюдает налоговое законодательство своей страны клиент открывающий сберегательный счет поэтому они вполне могут потребовать или попросить документ задекларировал ли ты свою иностранную компанию в России грубо говоря подал ли ты декларацию по КИК то есть вот этот документ который вполне себе часто присутствует или может быть самой копии декларации они не попросят но они попросят подписать документ которым ты обязуешься там поставить или уже это сделал который ты подписываешь что я соблюдаю налоговое законодательство своей страны и в общем то это их устраивает значит а что касается других документов это как раз открытый список который направлен на который направлен на удовлетворение первых этих двух вопросов прохитов не фильм «Видим» 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 Продолжение следует...